Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси раскритиковала массовые задержания уйгуров и других мусульман в Восточном Туркестане. Пелоси выступила на второй программе передовой службы свободы вероисповедания, организованной Министерством иностранных дел США. Пелоси подвергла критике массовые аресты и притеснения Китая в отношении уйгуров и других мусульман. События, происходящие в Китае, это вызов мировому сознанию, и мы не можем допустить его продолжения, сказала Пелоси. Спикер подчеркнула, что многие страны в силу экономических интересов не выразили недовольства жестоким отношениям Китая к мусульманам региона и призвала лидеров государств быть последовательными в подходе к религиозным свободам. Министерство иностранных дел Китая оценило заявление президента США о падении китайской экономики, показавший рост во второй четверть нынешнего года на 6,2% как ошибочное. На пресс-конференции в Пекине официальный представитель министерства Ген Шуан заявил, что слова Трампа о том, что правительство Китая надеется достигнуть срочного соглашения с США, поскольку рост китайской экономики сильно замедлился, являются вводящими в заблуждение. По словам Гена Шуана, если учесть неопределенность и нестабильность роста глобальной экономики, то уровень внутривалового продукта Китая является вполне хорошим. Немецкая газета Die Welt пишет, что Россия продолжает вооружаться запрещенными ракетами и делает вид, будто бы готовится к войне в Европе, вынуждая тем самым руководство НАТО принять меры. Об этом Die Welt сообщила, ссылаясь на заявление генерала в отставке и бывшего заместителя генерального секретаря НАТО Генриха Брауса. Дональд Трамп заявил, что Барак Обама был неправ, отказав Турции в поставках американских патриотов. Вместе с этим Трамп сообщил, что из-за покупки российских зенитно-ракетных комплексов поставок американских F-35 в Турцию не будет. Президент США подчеркнул, что понимает ситуацию, в которой находится Турция. «Это очень сложная ситуация, в которой находимся и мы. Но позвольте напомнить, что из-за того, что наш союзник по НАТО приобрел российскую систему ПВО, поставок американских истребителей не будет. Это, конечно, несправедливо, но посмотрим, что из этого получится в будущем», — сказал Трамп. Государственный департамент США сообщил, что по отношению к командирам армии Мьянмы, виновным в этнических чистках мусульман будут приняты санкции. Данное решение министерства последовало после того, как буддийские монахи во главе с высокопоставленными генералами убили и изгнали большое количество мусульман Рахиния.